Знакомьтесь, этого молодого человека зовут Олег Болдов, и 27 мая ему присвоено звание мастера спорта России по шашкам. В свои 17 лет юноша уже стал победителем чемпионата мира и призером в первенствах России и Европы. Но чтобы заслужить такие почетные звания, молодой человек прошел долгий путь, от обычного игрока-любителя до настоящего профессионала. Все началось еще в раннем детстве, когда с маленьким Олегом его дедушка с бабушкой играли в шашки, чтобы занять ребенка каким-то увлекательным и в то же время требующим вдумчивого подхода делом. Любовь именно к этому виду спорта у мальчика появилась постепенно. Лишь перейдя во второй класс, Олег сказал родителям, что хочет записаться на секцию по шашкам. Мы решили записаться, попробовать. Мне очень нравилось всегда. Сначала там было очень много людей, а потом все меньше и меньше. И в конце остался только я один. Первые победы у Олега стали случаться именно благодаря занятиям в спортивной школе городского округа Щелково. По словам юноши, большой вклад в достижение подростка внес его тренер Сергей Анатольевич Овечкин. Это было сначала так, несерьезно. То есть просто ходил на шашки. Потом мы поняли, что есть и турниры такие масштабные, как первенство России, Европы, мира. И мы поняли, что конкретно я, что я хочу этим заниматься. Вообще Сергею Анатольевичу нужно отдать должное. Огромное спасибо ему за все, что он сделал. Мы очень любим его и помним. Сейчас Олега тренирует педагог спортивной школы Вячеслав Сухович. С будущим чемпионом он познакомился, когда тот уже был сформировавшимся шашистом. Тем не менее, по словам тренера, даже таким талантливым и опытным спортсменам необходима постоянная игровая практика. Если ты хочешь чего-то достичь в шашках, то ты должен заниматься. Заниматься, тренироваться, решать. Сейчас у нас существуют различные программы шашечные, компьютерные, которые помогают тоже обучаться. То есть просматривать партии, там, допустим, ошибки свои можно находить. В этом году Олег заканчивает 11 класс. Впереди у молодого человека важный и волнительный момент – сдача единого государственного экзамена. Но, несмотря на это, юноша каждый день выделяет хотя бы по два часа времени на игру в любимые шашки. В период пандемии это происходит в онлайн-формате. Олег признается, так даже проще, ведь играя в виртуальном пространстве, волнение не такое сильное. А еще можно оставаться анонимным. И соперник так никогда и не узнает, что сыграл партию в шашке с чемпионом мира. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.